Танкист Танкист В основном все, что все мои выступления были связаны с танцами и с пластикой А потом как-то вот увлеклась театром и в школе уже в Питере Мы вернулись, папа демобилизовался, и мы вернулись в Питер И вот пошла поступать в Ленинградский институт Набирал в тот год, я считаю, один из лучших советских актеров и театральных Василий Васильевич Меркурьев, народный артист Советского Союза. Он набирал курс. Вместе с ним преподавала Ирина Всеволодовна Мерхольд, дочь Всеволодовича Мерхольда. И вот я попала к ним на курс. После окончания учебы я сразу работала в Александринском театре. И всю жизнь, в общем, будет практически, если считать с того момента, когда мы еще, будучи студентами, принимали участие в спектакле «Последняя жертва», который ставила Ирина Всеволодовна, и Василий Васильевич там играл главную роль. И весь наш курс был занят в массовке в этом спектакле. Мы танцевали на балу, а еще у Юлии Тугиной были две служанки. И я еще с одной нашей студенткой-девочкой, мы играли этих горничных. И это было где-то в 71-м году. Так что, получается, если считать еще со студенческих лет, то я в театре 42 года. А если после окончания института, то вот 40 лет будет. Что? Такие даты, столько не живу. Я не помню, как назывался фильм, но попала я на дубляж и звучание только благодаря Николаю Витальевичу Бурову. У меня был очень сложный период в жизни, и Коля появился. Он, кстати, человек, который может поддержать в нужную минуту, и он делает это легко, не ожидая никакой благодарности. Он просто пришел и сказал, значит, так, нужно озвучить фильм. Я считаю, что ты сможешь это со мной сделать. Вот приезжаешь туда-то и туда-то, садись, смотри на экран, читай, чувствуй и вперед. Вот, ну, поскольку у меня был до этого опыт работы на Ленинградском радио, а радио наше было замечательное, потрясающее, и я там, думаю, лет около 15 вела такую программу радиостанция «Невская волна». Я не одна, там еще Нина Ульянова, но вот мы в основном долгие годы, это она шла два раза в неделю, небольшая программа была, но вот молодежная такая. Потом там была замечательная литературно-художественная редакция, и спектакли там делались, и литературные передачи. То есть вот какой-то такой опыт работы с микрофоном, он был благодаря радио. И там были замечательные режиссеры, Галя Дмитренко, Пучкин, главный режиссер Вадим Иванович Пучкин, он уже, к сожалению, давно ушел из жизни. И поэтому, я думаю, Коля решил, что я могу это делать именно учитывая мою работу на радио. Приехала я на студию научно-популярных фильмов, науч-поп, так называемой, «Намельницы Ленина». Это был период от начала 90-х, когда там такая уже была разруха, огромный павильон, и, видно, чем-то надо было прирабатывать. И вот фильм, я помню, что меня колотило поначалу, только так, Коля, спокойно. «Экран или стоп? Читай». И потом тоже, кстати, все время. Значит, вечером дома взяла газету, и полчаса вслух, быстренько, любую статеечку. Каждый вечер вот такая тренировка. На реакцию. Ну, вот так. Это был первый фильм. Название не помню. Ой, я не знаю, какими качествами. Наверное, должен быть определенные голосовые данные. Думаю, должны быть. Потому что вот Борис Андреевич, Андреев, который на Ленфильме, он был замечательный звукорежиссер, тоже его, к сожалению, нет. Я помню, я пришла как-то сипатая, простуженная. Он сказал, ты не волнуйся, вот как в кино есть понятие фотогеничность лица, это же понятие есть, связанное с голосом. Вот ложится он на пленку, да, ложится, идет он в микрофон или нет. Я думаю, что это потом реакция, потому что процесс же такой. У тебя наушники, микрофон и текст. Ты слышишь исходничек, ты читаешь текст, чутье должно быть определенное, да, и в прямом режиме работаешь. Дубляж, понимаете, есть же закадряк. И дубляж – это разные вещи. Я больше все-таки думаю, я работала по закадряку, потому что даже липсинг – это немножко не дубляж. В дубляже там можно, там кольца, там можно посмотреть немного, поймать, а тут нужно ловить сразу. Вы знаете, тогда, наверное, не очень много обращалось на это внимание, особенно маленькая была, западный фильм. Единственное, что я очень хорошо помню и люблю, я, во-первых, очень любила голос Тамары Семиной, и люблю вот эти, я к низким голосам просто, у меня это, я когда слышу вот такие тембры какие-то грудные, это… Хоть наизнанку увернись, а семью обеспечь. Или убирайся. Я-то уж себе найду заработок. И вообще уходи. Убирайся! Катись отсюда! Вот, и любила артиста Вячеслава Тихонова. И вот был такой фильм «Мужчина и женщина» совершенно фантастический. И вот Тамара Семина с Тихоновым дублировали. И вот это я запомнила, и на это я обратила внимание. Как зовут вашу? Франсуаз. А вашу? Антуан. Это красиво. Антуан. А потом в фильме, по-моему, я не помню, как он назывался, по Лермонтову, Печорин, как-то он назывался в нашем совете, не помню, как назвали. И там Печорин играл Ивашов. Но дублировал его Тихонов. Потому что что-то видно, хотя тоже замечательный артист, это я тоже запомнила. Когда я увидел Беллу в своем доме, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою. Я опять ошибся. Если вы хотите, я ее еще люблю. Я ей благодарен за несколько минут довольно сладких. Я за нее отдам жизнь. Только мне с нею скучно. Глупец я или злодей, не знаю. Но то верно, что я также очень достоин сожаления. Может быть, больше, нежели она. Раньше же и театральные артисты. Господи, а голоса Яковлева, а голоса Капеллиана. Ну, это все фантастика, легенда. Это все чудо. А Наталья Фатеева, этот хрустальный голосок, который всяких там Анжелики, я не помню, все эти романтические фильмы. Это же просто украшение было. Очень много, кстати, в старых школах, как ни странно. А может, а почему странно? Там школа была другая. Там школа речи в театральных и вузах была, конечно, получше, чем уже наши времена. Мы еще чуть-чуть застали, слава богу. А там Малый, Хат, Александринка. Это же были голоса, какие педагоги были. Потрясающе. Поэтому у них у всех, кого не назови, у всех же голоса. А Яковлев? Какой это голос? А Лановой? Это же просто помимо индивидуальности, у каждого отдельно. Это просто не голос, это инструменты какие-то. Это органы. Поэтому, конечно, вся старая театральная школа фантастически только учиться у них. Это я хотела про это сказать, потому что это совершенно потрясающее, замечательное время было. Вот если возвращаться к вопросу о первых шагах, когда практически начало было на шестом канале. Сейчас это СТС, но был такой шестой канал, который сейчас не существует. И тоже туда, на какой-то французский фильм я пришла с Колей, но потом я работала там без Коли. У них был кастинг на первый сериал, который до сих пор для меня остается одним из лучших. Мексиканский. Но он назывался «Я покупаю эту женщину». Там был кастинг большой, и попали на этот сериал мы с Валерой Соловьевым, с которым потом очень много работали на шестом канале. И тогда была система, что пишут два человека, мы вдвоем пишем, четыре мы пишем вчетвером. Если пять иногда, вот на пятом канале потом перешли, на пятерку тоже там пошли работать. И, конечно, это совсем другое ощущение. Во-первых, чувствовать партнеров, создается определенная атмосфера, ты сам как-то воспринимаешь, ты чувствуешь, как воспринимают фильмы, рядом люди. Это вот какое-то такое единство и какой-то такой азарт. Конечно, это совсем другое дело. Ты же слышишь, ты в диалоге. А когда один приходишь, ну, и потом ты почти не видишь половину. Ты приходишь один, тебе твое крутит, и все. Ну, тут говорить нечего. Глаз не оторвать, актриса потрясающая. Но здесь я бы хотела сказать, это практически первая моя работа на Неве и первый вот дубляж. И он связан с таким замечательным именем, как Людмила Акимовна Демьянина, которая тоже, к сожалению, ушла из жизни. Но помимо того, что она была очаровательная женщина, вот сама по себе, она, конечно, была мастер. И здесь даже вот не объяснить, вот как она могла подсказать, как она могла создать атмосферу, как она могла вот уловить твою какую-то трудность, я не знаю. Но вот она так вот из-за этого, мы же как рыбки за стеклом, да, в аквариуме. Вот она так точно умела тебе что-то вот подсказать и успокоить, когда нужно, что это просто удивительно. И вот этот фильм делала она, а там были пробы. И раньше утверждались, посылали куда-то. Ну вот, да. Единственное, что первая запись была, у меня была температура 38,5. Я ехала к 10 утра и думала, ну все. Думала, что, ну вот, а как? Это часа три стоя, как минимум, смена. Но ничего, как-то пошло. Хотя вот вся запись и вся эта работа для меня была как в тумане. Я совершенно обалдеваю от твоей категоричности. Я тебя что, долбаная Мэри Поппинс? Слушай, у нас в доме так не выражается. Если всякий раз, когда ей что-то не нравится, ты считаешь нужным провести беседу в третий вторник месяца, то валяй, действуй. А у меня есть своя жизнь. А у меня нет, потому что у меня дети. Может быть, проблема в твоей дочери? Она наглая, избалованная девчонка. Уходи из моего дома. Ты уверена? Это не входит в регламент. Честно скажу, я очень боялась ответственности, особенно такой актрисы. А потом у нее есть особенность, у нее вот этот большой роскошный рот. И она иногда и может, прежде чем что-то сказать, ну, как-то вот что-то у нее. И ты вот так, такие фальшстарты. Потом входишь, превыкаешь. Нет, она чудо. Отчаянные домохозяйки — это, конечно. Мы еще сначала... Я столкнулась с этим сериалом, когда его писала «За кадряком» с Леной Шульман. Я понимаю, что все это очень подозрительно, но в глубине души я не верю, что Орсен на такое способен. Милая, мы все хотим видеть любимых, только хорошее. Но чувства не должны закрывать нам глаза на факты. И с Олегом Куликовичем. Уверена, с Ленет тоже все будет хорошо. О, за Ленет я не волнуюсь. Да если там Ленет, им даже переговорщик не нужен. Вот тоже еще два потрясающих артиста. Жалко вот всех имен не назвать, но я вам скажу, я просто влюблена в невероятное количество ребят. Я считаю, я эту нашу питерскую школу и гвардию просто обожаю, обожаю. Потому что Куликович, Концевич, боже, что это такое за вообще голос? Я не говорю о Борове и Соловьеве, которые были мои, ну, Боров для меня вообще учитель. Я считаю, хотя мы как бы ровесники. Вот. И отчаянные домохозяйки, когда еще я попала потом в дубляж. Здравствуй. Чтобы не тратить время, даром слушай. Я одинок, а ты одинок. Я красотка, ты красавчик. Не думаю, что ты гей. Судя по туфлям, нет. Можно, конечно, пофлиртовать неделю-другую, попялиться на мой зад, когда я забираю почту, а я ее забираю по пять раз в день. Либо ты можешь пригласить меня на кофе. Прямо сейчас. Спасибо, конечно, но воздержусь. Ну, это просто наслаждение. Это видеть, видеть одно удовольствие. Просто вот смотреть на всех на них. Вот это, наверное, вот если брать любимые работы, да, какие-то, вот то, что у тебя остается в памяти, что ты даже и не можешь вспомнить, да. Я помню мачеху, потому что это Джулия Робертс, и потому что это была ответственность. И, конечно, Джессика Ланш. Вы понимаете, вот это такое достоинство, когда актриса вот умеет с достоинством стареть, да, когда в возрасте она становится еще интереснее. И когда она не при всей своей яркости, привлекательности, она не боится быть некрасивой. Там просто ртуть. За ней поспеть и понять, как она переходит из одного состояния в другое, просто невозможно. Я сказала тебе, встань в угол. Думаешь, я не заметила? А ну, вернись, маленький стервец. Эй, эй, эй! Я тебя высеку! Это не Брайер Клифф, и ты не будешь бить моих детей. Погоди минуту. Что здесь происходит? У нас нет детского отделения. Я сказала об этом твоей матери. Точно сказала! Я точно сказала! Джуд, прошу. Нет, отойди, отойди от меня. Я не вернусь в эту дыру. Не вернусь! Ты меня не заставишь! Иногда даже я просила, дайте я посмотрю вот это еще раз, дайте увидеть, как она это делает. Хотя там вообще, ну, это отличительная черта американских сериалов. У них потрясающие кастинги. У них потрясающий подбор артистов. Вот попадание на каждую, вплоть до эпизодов. Это, вот удивляешься, думаешь, как они это делают, как? Потому что кажется, что все безукоризненные. И поэтому там актрисы и остальные тоже очень хорошо. Всегда поражает качество съемок и качество работы актеров. Это всегда, в основном, поражает. Потому что две большие разницы. Есть был вот этот большой пласт мексиканских сериалов. Эта песня отдельная. Потому что там иногда начинаешь так еще первые серии, а потом уже думаешь, что они там вытягивают из сюжета. Но это вот такое, как сказать, развлечение даже немножко. Потому что эти страсти там все это играются бурные. А вот американский был замечательный сериал, кстати, который я очень хорошо помню и работу над ним на пятом канале. Он назывался «Убойный отдел». Американский сериал. Кто принял вызов? Я. А имя? Офицер Шэн. Позвонил сосед, который услышал выстрел. Я нашла тело в спальне. Номер. Время прибытия. Мой номер 16. Время около 4.30. Что значит «около»? Точно не знаю. Я нашла тело. Позвонила в отдел убийств и в медслужбу. Потом охраняла спальню. Я так думаю, после него пошли все наши ментовские воины и прочее. Во-первых, команда, которая снималась американская, мужчины-артисты, уникальные. Как они разработаны в каждой серии, каждого сюжета отдельного. И бригада неплохая работала. Я так оказалась среди таких замечательных артистов, как Вадим Никитин, Виктор Костецкий, Николай Боров, Андрей Толубеев и Геннадий Богачев. На минуточку. Такая пятерка индивидуальностей лихих. И я среди них была одна женщина. И я вам скажу. Помню даже эпизод. Не важно, там суть. Надо отключить ребенка от системы жизнеобеспечения. И актриса играет этот эпизод. Это эпизодическая роль. В серии начинали мы раза 3-4. Сказать мне нужно было совсем немного. Вот я пока на нее смотрела, как она входит в палату, подходит. Как она ничего не играет. Мягко садится на край кровати и вот что-то говорит напоследок своему любимому мальчику. Я начинала рыдать. Мне уже стало стыдно. Мальчишки так шутили надо мной все вокруг. Но когда я увидела, что в одной из серий Андрей Толубеев, народный артист России, крепкий мужчина, так чуть-чуть что-то смахивает слезу, озвучивая своего героя, я немножко успокоилась. Думаю, ну значит не совсем я такая истеричка. Конечно, я помню этот сериал. И это тоже вот работа в команде. Это самые замечательные воспоминания, когда и кто-то и что-то и подсказать может. Потом общие и шутки, и предположения, как будет разбиваться сюжет. Но эта работа в команде – это невероятное удовольствие. Слушай, как ты думаешь, законодатели тоже проголосуют за этот биль? Я сегодня же это выясню. Надо знать, кто из сенаторов на нашей стороне. Предстоит борьба. Неужели? Обсудим это вечером. Сегодня мы ужинаем с Бобби и Фэм. Может и ты с нами? Хорошо. Я вас разыщу. До вечера. Пока. Ну, что я к Коле сказала, как я отношусь к Коле. Это Коля большой мастер. Поэтому что тут говорить. И Игорь тоже забавный. Ну, издевались надо мной, потому что писали в основном мексиканские сериалы, где 50% женщин, 50% мужчин. Но обычно два главных героя – мужчины. Поэтому брались два мужчины на главных и женщины. Я сидела в середине, а эти, заразы, брали журналы или кроссфорды, разгадывали. И еще, пока я читала, бывали сцены мои, значит, чтобы я одному другу передавала еще журнал. Вот так. Ну, издевались надо мной. Когда-то, я вам скажу, это даже такой был азарт какой-то. Мне это очень нравилось. Во-первых, я очень люблю детскими голосами еще говорить. Очень люблю маленькими мальчиками, девочками вот этот мир Бобби. У меня еще был, где же у меня такой был, типа, у мальчика такой тоже, типа, Бобби. Совсем такая крошечка. Он там что-то пытался денежку заработать, помогая людям. И что-нибудь сделает, какой-нибудь поступок. А там два доллара у него вот такое было. Я вот на всю жизнь запомнила. Просто всю историю. Два доллара. Такое вот создание. Ну, там просто вызывает, ну, какие-то, знаете, сентиментальные какие-то чувства. А потом, ну, хочется иногда похулиганить и поиграть. И когда тебе нужно вот так быстренько переключаться, мне еще очень нравится, и раньше особенно. Сейчас с этим уже мало сталкиваюсь, к сожалению. Тембрально-голосово. Вот так, когда на ходу плавить. В этом там есть азарт. У меня там была очень маленькая роль. Энни. Увидимся ли мы снова? А что говорит твое сердце? Я надеюсь. Да. Наверное. Значит, мы обязательно увидимся. Я вернусь и освобожу тебя, мам. Даю слово. Итак, будь смелым. И смотри только вперед. Не оглядывайся. Это единственный фильм, который нам весь показали до начала работы. Потому что, я понимаю, ответственность Марии тогда за... И относились заказчики, как я понимаю, очень строго. Показывали какую-то черно-белую копию. Такую всю, так, по полу, что-то заретушированную, чтобы нельзя было не украсть ничего. Как я понимаю, нас всех собрали, кто будет работать в зале просмотровом. И вот мы тогда единственный раз, когда посмотрели весь фильм до начала работы. Хотя у меня там была небольшая роль, но это мне понравилось. Если говорить о любимых артистах дубляжа, то, конечно, в первую очередь это Чигинская. Это вот группа Санта-Барбары, которую мы первый раз услышали. И совершенно невероятная, с невероятным голосом, с невероятной манерой, такой аристократичной, такой Чигинская. Совершенно удивительная Иванова, потрясающая Лена Ставрогина, сипацой такая. И юная Саша Кожевникова, конечно, это в Санта-Барбаре, вот, естественно, Концевич, там был Боря Тетерин наш, Александринский актер, его тоже, к сожалению, нет живут. То есть все голоса Санта-Барбары, я считаю, что это потрясающе, замечательно. А потом любой партнер, Агена Богачев, да с ним просто сидеть, слушать его, это наслаждение, как работает Богачев, а как Петров работает. Я просто боюсь кого-то сейчас вот так быстро говорить, а те нет, которые, может, как в характерные вещи переходить. Их Маслаков, я боюсь кого-то не назвать, ну, а вот уже из молодых я совершенно обожаю Ромку Бурлакова. Потому что это, наверное, немножечко схожая со мной психофизика. Его вот сохранившаяся в нем удивительная непосредственность. Он так переживает все события происходящие, что вот это тоже человек, который просто, он расстраивается на полном серьезе. И из большого... Вот я очень люблю Ромку. Потом я обожаю, я очень много работала с Сережей Куприяновым, который тогда только 20 лет назад где-то, да, со всем мальчиком начинал. А сейчас, ну, это безстабельно, тоже удовольствие сплошное. Потому что, знаете, еще бывает такая проблема, ведь перевод переводу рознь. Ну, это зависит и от студии, где пишется вот замечательная школа Слободенюк, Настя Захаревич, которые, как я понимаю, вырастили целую плеяду замечательных переводчиков, да. Вот. А бывают переводы не очень хорошие, мягко говоря. И в сериалах, особенно в мексиканских, где такое ощущение, что просто подстрочник такой идет. И в документальных фильмах. И вот есть отдельные мастера, которые на ходу читают, могут подправить. Вот он видит заранее, что повторяется слово. Вот это было, было, и в следующем предложении начинается. А это было. А потом, да, это было тогда. Вот как-то люди умеют быстренько, ненужные слова, вот, читая, на ходу сокращать. Вот, относятся к этому. Кстати, не рассказывал вам Коля Гуров потрясающую историю, я запомнила она всю жизнь. Мы писали с ним для недели немецкого экологического документального кино, писали фильмы. Пишем документалку. Читает Коля про какой-то я, то ли это дамача руды, то ли с чем-то с коксом. Ну, то есть, вот какое-то совершенно техническое. Читает и говорит, вот такого процента азота быть не может. Там цифры звучат. Ему говорят, ну подождите, сейчас мы послушаем. Да нет, немецкий диктор произносит эту цифру. Буров говорит, я это читать не буду. Этого быть не может. Цифра может быть такая. А Буров, он же энциклопедия. Откуда у него в голове все помещается? Но это еще, понимаете, читая, слушая немцы, читая текст, глядя на экран, это вот такое вот сообразить. И ни в какую, у Коля, если есть уверенность, он стоит на своем. Хорошо, заказчики все выясняют. Немцы ошиблись. Немцы ошиблись. Так что Колечка записал правильно. Ему была благодарность. Я не помню, что-то они ему там коробку конфет, что-то звонили, благодарили. Вот и такое бывает. Я не имею права судить. Я не знаю, я не так много этим занимаюсь, но вот эта экономия времени, когда нужно это быстро-быстро, конечно, я думаю, на качестве сказывается. Нет, ну тогда же еще это только начиналось. А как мы тогда еще могли услышать? Мы были счастливы. Когда у меня приятельница Таня Мезенцева, у них появлялись первые, у нее муж режиссер и оператор, Женя Мезенцев, он скончался, к сожалению, тоже. И поэтому у них появлялись фильмы первые, интересные. Тогда было неважно, но иногда что-то недопонимал, да. Но все равно просто это было как... Тогда открытие было для нас это все, что ты можешь... Хотя бы спасибо, что ты можешь это увидеть. Так что, ну... Я вам скажу, что и в «Закадрике» вот мне нравится, когда очень хорошо соблюдается баланс исходника и нашей речи, да, чтобы был слышен голос актера, того, который играет, что за ним нужно идти. Тут важно не себя показать, а важно попасть в тон, не сбить, не навредить, а вот перевести, помочь, преподнести смысл, но чтобы зритель еще слышал, вот попасть в его тончик. Мне кажется, что это тогда интереснее. Все-таки, хотя хорошо сделанный дубляж, это тоже замечательно, да, когда это... Но все-таки, когда ты слышишь, как говорит сама там та же Джулия Роберт, когда ты слышишь саму Джулию Эндрюс, вот я еще писала ее, я два фильма с ней писала, потрясающая тоже актриса, по мягкости, по какой-то женственности. Я писала с ней дневники «Принцессы» и «Как стать принцессой». но тоже это просто вот удивительно, ее какая-то и стать, и мягкость, и какая-то она, королева, вот в ней есть эта и осанка, и вместе с тем простота. Вот такие какие-то вещи. И еще я хотела сказать, сейчас сбилась об одной актрисе, а Хелен Миррен, ну это же просто... Я писала последняя осень миссис Стоун, ой, последняя весна миссис Стоун. Эту актрису, вот я не знаю, одна из моих любимых актрис, тоже ее писать, это наслаждение. И ответственность, потому что думаешь, господи, это вот такое человек на экране, чтобы ты не испортила, зараза. Я думаю, что это работает на кассу, они, наверное, рейтинги в основном. Я не хочу сказать, что все из них плохо это делают, не хочу, но, конечно, наверное, человек, который занимается своей профессией, он, наверное, делает это лучше. Тем более, что есть много замечательных актеров, потрясающих. Раньше, ну, что, голоса того же Табакова, голоса Попанова. Ну, с кем их сравнишь? С кем их сравнишь? Поэтому, я не могу сказать, что я в восторге от этого. Я думаю, это прежде всего деньги. Прежде всего деньги. И такой расчет на молодежную аудиторию, который вот интересный, больше приколы. Да, мне жалко. Во-первых, Сергей Иванович, мой однокурсник. Мы учились вместе с Сережей. И вот Сережка, если брать отдельно дубляж и закадряк, Сережка, конечно, для дубляжа это кладезь. Сережка очень чувствует характер и умеет вроде бы незначительные изменения в голосе, но вот у него как-то это получается очень ярко. Сережка замечательно в дубляже работает. Я вообще очень тяжело привыкаю к людям и к местам. Я когда прихожу на новое место, и если мне что-то кажется не так, и что-то... Я даже могу в общем как-то вот от растерянности и завалить. Но у меня вот такое сразу ощущение, что я как-то... А есть люди, с которыми вот сразу находишь контакт. Это, наверное, прежде всего их заслуга, а не моя, поскольку я такая вот пугливая, да? А Наташа Федотова тот человек, который тоже умеет очень поддержать. Еще вот Игорь Ефимов. С кем вот работать как-то вот ты идешь и понимаешь, что спокойно, все будет нормально. Конечно, остаться, потому что вот много кто приходил, как-то вроде были, и куда-то люди пропадают. Мне кажется, вот как появилась Лена Шульман, да? Я пришла, это был... Я забыла, где этот был кастинг, и опоздала. Меня просто позвали послушать, сказать свое мнение. И в студии сидела группа ребят, и по два человека подходили к микрофону и писали сценки какие-то. И я слушала, ну, неловко, естественно, я не хотела говорить свое мнение там, в ком я сомневаюсь, но когда я услышала два голоса, мужской и женский, я говорю, а это кто? Мне кажется, вот это будет очень интересно. Это была Лена Шульман и Ян Цапин. И вот я не помню, не знаю, кто были остальные, но просто я спросила, услышу, да? И так оказалось, что, наверное, все-таки, ну, вот, нужны какие-то качества для того, чтобы заниматься этим делом. А еще была актриса, которая, мне казалось, будет очень хорошо работать, да? Я попросила, чтобы вот послушали, и там она что-то писала. И мне казалось и кажется, что на сцене у нее очень хорошо звучит голос. Но почему-то с микрофоном вот какого-то контакта не получилось. Вот что тут такое, я не знаю. Так я хочу еще вернуться к тому, что очень боюсь своих любимых кого-то не назвать, хотя практически всю нашу группу питерскую обожаю. Но я вот забыла еще сказать о Максике Сергееве. Таком колоритном. Он и внешне очень живописный и очень голос богатый. А потом он еще просто человеческий. Хороший. Хотя много хороших людей. но работать и с ним тоже удовольствие. по-последствии. По-по-пo-по-по-по-по-по. Но работать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...